Этот газон три года рос в специальном питомнике, который находится в средней полосе России. За это время образуется мощная корневая система, поэтому основа получается плотная, почти как у ковра. Здесь сразу три вида травы, каждая стремится занять свою нишу. Кроме того, они разные. Одна из них быстро растет для скорейшего восстановления покрытия, другая устойчива к холодам, у третьей выносливые стебли. Набор соответствует мировым стандартам. Укладкой газона и в Витязево-Иванапске занимается специализированная команда. Старший Роман Кузнецов со стажем порядка 10 лет. Он поясняет, что сначала поле необходимо выровнять, затем укладывается щебень, за ним песок. Если газон натуральный, как здесь, то необходим еще слой из смеси песка, земли и торфа. Климат прекрасный, будет чувствовать себя замечательно. Если центральная часть России стелена, ближе к северам, в Лугоградской области, в Омске, в таких городах выживает этот же самый газон. Почему здесь? Здесь климат обалденный для этого дела. Поля оснащены системой полива. Источники воды закрываются кусками дерна. По кругу дренаж. Здесь же, в Витязево, рядом с полем укладывается запасной газон. Примерно на треть футбольного поля. Эта трава необходима для того, чтобы оперативно ликвидировать повреждения здесь, а также в Анапской. Там укладывают последние квадратные метры покрытия. Особенность данного стадиона – в опорных стенах вокруг, чтобы компенсировать перепад высоты. Это уже фактически предгорье Кавказа. Сложности никакой не возникает. Просто это технология строительства. Она сама подразумевает это. И если не будет этой опорной стены, значит, будут проблемы с самим полем. То есть это замокание при обильных осадках, это, опять же, сдувание, допустим, эрозия. То есть травка будет как бы страдать от этого. Поэтому предусмотрели подпорная стена. Она делает свою работу, выполняет и все. В целом на стройках говорят, что работы ведутся по графику, без сверхурочных дней или часов. Готово порядка 80% коммуникации под воду, электричество и теплоснабжение. Это специальная закладная под 20-метровую мачту освещения. Их будет по 4 на каждый стадион. Видны штифты с гайками. В середине кабель. Естественно, пока без напряжения. В Витязево уже начали возводить каркас административного здания. Там будут раздевалки, душевые, конференц-зал. Сдать стадионы необходимо будет весной будущего года. После того, как закончится чемпионат мира, сооружение передадут спортивным школам города-курорта. Здесь есть достаточно сильные детские команды. Футбольный клуб Анапа в Витязево уже обсуждают возрождение местного клуба «Понтас». Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.